Приветствую вас. Я полагаю, что вы боитесь одиночеством. Это вот то, что мне показалось из вашего текста. Вы боитесь одиночества, боитесь остаться один, отсыду ваша ревность, а боитесь остаться один, потому что не принимаете себя. Обесцениваете себя и идеализируете, соответственно, других людей. В данной ситуации, если угодно, в данном контексте. То есть работать нужно именно с этим, в первую очередь, именно с ревностью. Потому что ревность способна уничтожить любые чувства, любые отношения, любые эмоции. Ну все, все. Абсолютно все способно уничтожить ревность. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас с вашей девочкой все было нормально, то от ревности я рекомендую вам игнаться, пока вы не игнаетесь от ревности. Такая ситуация будет, к сожалению, вот такой. Но такой будет. Вот. Это, значит, первое. Что касается того, как вам вернут любимую, то, вы знаете, здесь все не так однозначно. И часто рекомендации могут касаться того, например, что вам можно постараться дать ей то, что ей нужно, то, чего она хочет именно ваша девушка. Вот. То есть если вы дадите ей то, чего она желает, вот непосредственно то, чего она желает, если вы ей это дадите, да, то я полагаю, я полагаю, что проблем будет гораздо-гораздо-гораздо меньше у вас, по крайней мере. Почему? Да, почему так? Почему будет гораздо меньше проблем? На самом деле все просто. Девушка будет получать от вас то, что ей нужно. Девушка будет чувствовать себя так, как ей нужно. Девушка будет чувствовать себя так, как она хочет чувствовать себя. и все, и у нее не будет, по сути, никаких обнований для того, чтобы от вас уходить. Вот. Очевидно, что новый парень, который вот с ней, да, этот новый парень, он по сути делает, да, своего рода замена вас, но замена чему? Почему замена? Он замена тому, что вы не можете ей дать. Вот. То есть девушка не получает от вас того, чего хочет, того, что ей нужно, и она вынудена искать замену. Вот. Потому что, ну, желания, как бы они, ну, основные удовлетворятся, да. И вы же это, понимаете, вряд ли вы будете с этим спорить. Вот. Так что, я не думаю, что у вас там любовь обязательно прошла. Вот, серьезно, не думаю. Можете считать меня отмирством, можете думать что угодно, но я не думаю, что вас прошла любовь. Я думаю, что просто девушка вам больше не верит. Пока что она вам не верит. И ваша основная задача, ваша основная цель, это чтобы она вам поверила в норму. А, поверьте, она вам может как? Только если вы перестанете ревновать, если вы сможете дать ей то, что она хочет, и если она почувствует себя с вами вновь защищенной, вновь спокойной, вновь, значит... Ну, так же, как она вот чувствовала себя, может быть, с вами изначально. Вот здесь обычно дают такую рекомендацию, да. Вспомните период, когда у вас все было хорошо, когда вы, может быть, только познакомились с ней, или когда вы начали встречаться. Только-только-только начали встречаться, еще не были вместе, как пары, да. Ну вот. Вот вспомните об этом, и подумайте, и вспомните, каким вы были тогда, в тот момент. И постарайтесь стать таким же. И я уверен, что девушка вас обязательно заметит, оценит, вот, и так далее. Но сделать это нужно вам, не для нее. Вы говорите, что я очень хочу вернуть девушку. Для чего? Зачем вам возвращать девушку? Что будет, если она уйдет? Почему вы так зависимы от нее? Из-за чего вы зависимы от нее? Вы понимаете? Это тоже важно. Ну, эта девушка не нравится, что вы даете ей понять о том, насколько она вам дорога. Ну, не нравится эта девушка. Ничего не поделать с этим. Вот. Поэтому либо вы становитесь более самостоятельным по отношению к ней, и ведете себя более независимо. Либо вы продолжаете эту же линию, и девушку вы не вернете. Ну, и у вас вообще проблема будет с отношениями тогда с женщинами, потому что мало кому нравится, когда человек растворяется в другом человеке. Никому неприятно смотреть на себя как бы со стороны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!